Лучшие из лучших. Одесские каратисты продолжают удивлять накануне первой для этого вида спорта Олимпиады в Токио в 2020 году. Среди кандидатов на лицензии более пяти одесситов. Некоторые из них, в частности Анжелика Тирлюга, занимают первые места в мировом рейтинге. Тем временем высочайшие результаты и на внутренней арене, и на юношеских международных турнирах. Наша область по итогам прошлого года на конференции в Харькове заняла, естественно, первое место. Стала лучшей федерацией, не просто область, наша детская областная федерация стала лучшей и второй год подряд. И второй год подряд лучшим клубом страны становится клуб тоже нашей федерации, клуб Катана и Черноморска. У нас очень большое подрастающее поколение, и они равняются на старших спортсменов, на старших детей, на дети, которые привозят золотые медали. Для них это все, ну, как сказка какая-то пока что. Но они смотрят на них, и они понимают, что это все реально, что через год, через два уже будут другие детки ездить. И мы после соревнований, благодаря Юрию Ивановичу, мы организовываем награждение, отдельное награждение у нас в клубе для победителей. Мы собираем всех родителей, всех маленьких деток и поздравляем их, еще вручаем, ну, там, дополнительные призы, поощрительные. Юные каратисты сборной области завоевали на всеукраинских комбат-геймс в Киеве пять медалей. Два золота, два серебра и бронзу. Победителями стали Тигрята Ариадна Панчук и Лолита Мовчана. Вот команда Легиона привезла кубок Гран-приз престижных соревнований в Словакии. Мы участвовали на Гран-при Словакии уже четвертый раз. Для меня очень сильный турнир и показательный, потому что участвовало около 120 клубов, 2000 участников было на турнире. И мы в этом году выиграли первую общую команду. В прошлом году мы были близко к этому, мы были третьими. В этом году мы стали первыми, завоевали 10 золотых и с приличным запасом обогнали ближайшего конкурента. Проблемы остаются все те же. Нехватка спортивной инфраструктуры, недостаток внимания к развитию массового спорта. Есть прекрасная команда Одесской областной федерации каратэ и все. А вокруг нас пропасть. Пропасть с точки зрения использования админресурса, с точки зрения помощи от всеукраинских организаций, которые должны заниматься популяризацией спорта. Фактически это работа на энтузиазме отдельных тренеров и функционеров Одесской областной федерации. Вы знаете, что работа президента Одесской областной федерации Каханза Алексея Многолетняя выводит нас на этот уровень. Работа прекрасных специалистов, тренеров Крыловского Дениса и Танкашкура Александров во многом это заслуга их. К сожалению, нету поддержки извне. Чемпионат области по каратэ впервые прошел в зале СКА. Открытый турнир собрал более 600 участников из разных уголков нашего региона. Также приехали гости из Николаевской области. В командном зачете только по количеству золотых наград Тигренок обошел Катану. 14 против 13. Главное, все спортсмены сходятся во мнении, и главные кумиры для них – тренеры. Каратэ я занимаюсь с 4 лет, сейчас мне 12. Занимаюсь уже как 8 лет. Мне это очень нравится, я этим восхищаюсь. Равняюсь на некоторых, которые лучше меня, в старших категориях. Я равняюсь на своего тренера, на всех своих, ну, в клубе. Они для меня есть примеры. Я занимаюсь с 6 лет, я тренируюсь каждый день, особенно перед турнирами, и мне очень нравится заниматься. Меня готовит Александр Танкашкур, мой тренер, и я ему очень благодарна за это. На следующих выходных пройдет этап Украинской премьер-лиги во Львове, после чего в Испании состоится чемпионат Европы. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш.